Дорогие друзья, поздравляю вас с праздником! Для тех, кто сейчас смотрит нас в интернете, мы тоже поздравляем вас с этим уникальным праздником, необходимым для каждого человека. Давайте мы сейчас вместе с вами откроем несколько местописаний и начнем наше служение. Роша Шана – это непростой праздник, практически его настоящее название – Йом Труа, праздник Труб. Я сегодня в интернете поздравил многих пасторов, служителей, которым мы общаемся с праздником Труб, и они говорят, ой, что за праздник. Понятно. Для нас это очень хороший праздник, потому что этот праздник не только является праздником для евреев, но еврейский Новый год. Роша Шана. В этот год люди должны думать, что это не только праздник праздник для евреев, очень часто, очень часто мы думаем, что это еврейские праздники, но на самом деле это праздник, который говорит о Судных днях, о Судном дне. Судный день, если вы посмотрите на картину сегодняшнего мира, то можно понять, что этот Судный день не только касается нас, еврейский народ, но этот Судный день касается народы, которые находятся в этом мире. это возвещание Богом о Судных днях, которые грядут в нашей жизни для всего человечества, для всех людей и для многих стран. Так что давайте не будем жадничать и думать, что Роша Шана или Йом Труа это наш любимый праздник и для нас хороших, милых, для себя любимых. Давайте не будем думать, это праздник для всего мира. На самом деле праздник, который подытаживает жизнь человека. И, сидя вечером в четверг дома, я рассуждал в этом празднике и думал, какая моя жизнь? Что в моей жизни происходит? Сидя за столом, вдруг несколько хороших слов начали приходить мне на сердце. Я почитаю вам стик, который я сделал. Я вообще-то не писатель, но я хочу прочитать его. Наша жизнь – это дорога с перекрестками и поворотами. Наша жизнь – постоянный выбор между истиной и ложью, между святостью и прегрешением, между миром и гонением. Наша жизнь – это дорожные знаки, знаки Библии, Богом данные. Наша жизнь – как звук шафара, говорящие о дни покаяния. Каждый день приготовляющий нас к истине, к выбору вечности или ада. Я знаю, что я, может, не попал еще в рифмы и так далее, но знаете, внутри меня я начал понимать, что этот праздник – он особенный праздник. Этот праздник, который говорит нам о будущем. Фактически я говорю о том, что это праздник предупредительный. Есть праздник Господний, и этот особенный праздник, он является предупредительным праздником в нашей жизни. Он говорит о грядущем. Это предупреждающий знак об узком пути. Это знак, который говорит, что лучше не брать этот путь, потому что он скользкий и неустойчивый. Это знак, который говорит о покаянии, чуве, развороте. Именно этот праздник Рош-Хашана предупреждает нас о будущем. Третья книга Эзра, я люблю читать полную Библию, там написано, 6 глава, 23 стих. «Затем вострубит труба шумом, и когда услышат ее, все внезапно ужаснутся». Все внезапно ужаснутся. Вчера мне звонил из Израиля Александр Ройтман. «Саша, если ты нас видишь, мы поздравляем тебя, твою семью, всех вас в Израиле». И он говорит, «Очень шумно в Израиле, все трубят, все ходят с этими трубами, все гудит, если сделают чуть громче, ты все услышишь». Там, конечно, шум и так далее. Но, знаете, звук Шафара, на самом деле, он ужасающий звук. Он заставляет нас задуматься о будущем. Бытует мнение среди верующих людей, что праздник Йом-Труа, он не нужен христианам по своей ненадобности. То есть христиане не празднуют его, потому что он не нужен. Но так ли на самом деле? Так ли на самом деле, когда мы говорим о праздниках Господних? Давайте посмотрим несколько фраз. Рав Шаул, Павел, неспроста оставляет фразу, которую каждый верующий человек должен помнить. 1 Корифенов, 14 глава, 8 стих. «И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению?» Мы понимаем, в контексте он говорит о молитве, о молитве на иных языках, или же молитве вообще человека. Но на самом деле здесь интересный такой почерк. «Если труба, если шофар будет издавать нечеткий звук, как готовиться к сражению?» Сдался вопрос. Простой, интересный вопрос. «Если Рав Шаул говорит об этом, значит, должен быть тот, кто трубит, и должны быть те, кто его слышит. И если тот, кто трубит, будет издавать нелепый, неузнаваемый для людей звук, как окружающие его будут готовы к сражению?» Это значит, что мы должны быть на страже различать звуки. Кто-то должен учить о знаках дорожного движения, правда? Но кто-то должен уметь читать эти знаки дорожного движения. И я поэтому называю именно этот праздник, праздником именно предупредительным, теми знаками, которые Бог предупреждает о будущем. Мы видим в послании Тимофею, здесь говорятся такие слова. «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим, ищу о Мессии, который будет судить живых и мертвых и в явлении Его, и царству Его. Проповедуй слово, которое вовремя, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай и увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Очень интересно, я говорю об этом, потому что мы говорим о звуке шафара. Кто-то должен его издавать и для чего-то, чтобы люди могли приготовиться к сражению. Мы видим, что послание к Тимофею, Рав Шаул говорит к пастору, служителю. Он говорит к старшему служителю мессианской общины. И я могу его немножко так уподобить человеку или же служителю, когда Машет давал позицию для Аарона. Он говорил такие слова, что священник, он должен служить народу перед Богом, он служит народу для того, чтобы народ был направляем к Богу. Числа, 10 глава, 8 стих. «Сыны Ароновы, священники, должны трубить трубами, это будет вам постановлением вечным в роды ваши». Как интересно, мы говорим о постановлении вечном, и в то же время мы знаем, что многие общины или церкви отказались от этих праздников, которые увещевают о происходящем, о будущем. Увещевают. Это вопрос очень важный для каждого человека. Необходимо помнить, что сыны Ароновы, они должны говорить, увещевать, они должны трубить. Это постановление вечное. «Когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающим на вас, трубите тревогу трубами». Неужели это так похоже на Новый Завет, Прихаташа? Пересечение очень серьезное. Здесь говорит о том, чтобы трубить, приготовиться к войне. «И будете воспомянуты пред Господом, Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших». «Когда трубили трубою, люди понимали, о чем идет тревога, о чем возвещает нам труба, и они соглашались с тем, что им нужным был Бог. Они настраивали себя в молитве к Богу и обращение к Богу, который может быть их защитой. И он говорит, я буду, я вас помяну, и я защищу, будьте спасены». На иврите враг означает сатан. Или нет? Враг – сатан. И мы знаем, что враг душ человеческих, дьявол, падший ангел, он имеет в своем арсенале множество, знаете, атак против нас, чтобы захватить, увести нас от Божьего предназначения. Он хочет уловить нас, чтобы увести в погибель. Поэтому первое послание Петра, 5 глава, 8 стих говорит так. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Поэтому нам нужны эти знаки. Для того, чтобы противостоять козням дьявольским, мы должны пройти автошколу. Мы должны будем пройти эту автошколу. Для тех, кто присоединились к нам, я буду говорить, вы должны будете посещать свою церковь, если вы члены христианской церкви, если вы хотите в мессианскую общину, то вы должны будете быть частью общины, потому что община и является этой автошколой. Потому что так человек просто не сможет приобрести навык научиться и быть использованным Богом. Вот этот праздник именно говорит об этом. И сзади меня этот большой плакат автошколы. Мы сегодня будем с вами проходить. Я встречал людей, которые в 90-е годы в связи с хаосом, непонятных вещей, которые происходили на Украине, думаю, в России тоже. По своему нежеланию идти в автошколу, проходить там 2-3 месяца, да, сколько? Вот у нас Гришины прошли, получили права буквально в среду, да? Скажи, сколько вы проходили в школу, автошколу? Два месяца. От того, чтобы два месяца, одна мысль, два месяца ходить в автошколу, они решали очень просто эти вещи. Они покупали права. Помните? Есть такая как бы поговорка. Права купил, а водить нет. Вот такая ситуация. Многие люди и покупали права, и фактически, зная этих людей, для меня лично страшно с ними ездить. Потому что права купил, а знаки, которые там на дороге, не читаются. То есть правила дорожного движения, они путем опыта приобрели вождение. Путем опыта они приобрели. Но только если стоит поменять знак на улице, дорога, на которой они постоянно ездили, поставить запретный знак, они не знают, что это запретный знак. С этими людьми страшно ездить. Но самое главное интересное, что они ни разу не получили, например, штраф, они не имели аварии, но эти люди не знают правил дорожного движения. Эту историю, которую я сейчас расскажу, я услышал буквально где-то лет 5-10 лет назад. В американском штате остановили пожилого человека, который ехал на машине. Его остановили по причине того, что он был уже очень старым. Потому что в законе по правилам вождения в Америке люди достигнутся определенного возраста, где-то около 80 лет, а им права фактически не выдаются, чтобы ездить. Потому что, хотя они хотят, они уверены, но из-за того, что они уже в возрасте либо что-то забыли, либо не повернули, либо не так увидели, их ограничивают ездой. Поэтому их иногда останавливают, чтобы только узнать, не нарушает ли он правила, ездить без прав. И остановили этого взрослого человека, ему дедушке лет 90 было. И когда полицейский подошел к нему, говорит, сэр, пожалуйста, ваши права, то есть водительское удостоверение. И он на этот вопрос говорит, а что это такое? Будучи неагрессивным, полицейский должен сдерживаться, иметь в себе хорошие нравы, он, подойдя к нему, говорит, сэр, скажите, пожалуйста, с каких лет вы водите автомобиль? И он, немало как бы не сомневаясь, не заикаясь, ничего, говорит, с пятнадцати. Эта история набирала такой большой резонанс, 75 лет без прав вождения. Человек просто в детстве, так как пастор Олла говорил, все жили на полях, появились там трактора, машины и так далее, садились дети и ездили. Вот он сел и поехал. 75 лет без штрафов, без ничего. Знаете, удивительная вещь. Люди могут так жить? Вопрос. Может ли человек верующий, попадая в среду именно Божьего плана спасения, не быть заинтересованным в том, чтобы научиться, что Бог ему предоставляет? Как может ли человек, который уверовал в Бога, что он есть, например, хотя бы, и не участвовать в изучении Писания, чтобы игнорировать или не знать, что Бог обещает ему в конечном итоге? Если вы заметили, на моем последнем знаке, там написано рай. Может ли человек просто понимать, что вот живу, пришел, ушел, и никакой ответственности не знать, что Бог от него требует? Может быть, такой человек считаться частью тела Мессии? Я понимаю, где-то ты на острове там уверовал в Бога, не знаешь, какого апостола, ладно, ради такого живешь справедливо, потому что уже никого нету, кроме тебя. Понимаете, да? Там может быть еще какой-то шанс спасения. Но на самом деле, можем ли мы, как верующие люди, игнорировать те знаки, которые Бог ставит в нашу жизнь? Абсолютно нет. Дорожные знаки, они делятся на группы. Запрещающие знаки, если вы увидите, это вы смотрите с правой стороны, да? Это знаки приоритета, которые чуть ниже, синие. Это знаки, предписывающие, вот это, которые там уже направо или налево, предписывающие знаки, это предупредительные знаки и знаки сервиса. Это самый нижний ряд, это сервисы. Многие люди хотят видеть их выше всего. Самое главное, это быть сервисом, игнорируя все, нужно до сервиса дойти. Ладно, чтобы мне служили, чтобы я что-то получил от этого удовольствия. Но перед тем, что ты получишь удовольствие, нужно пройти небольшой экскурс в школе. Этот экскурс начнется с простых вещей. Тимофея, 2 Тимофея 3,16, все писание в Бога вдохновенно, полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. И каждый раз, когда иногда человека ты корректируешь, наставляешь его к праведности, почему-то так всегда обижаются люди. Начинаешь с человеком общаться, ему говорить некоторые вещи, подводя его к правильным вещам, к праведности, люди всегда чаще всего обижаются. Итак, знаком приоритета. Я начну с знаком приоритета. Что такое знак приоритета для верующего человека? Как вы думаете, каким знаком должен быть для христианин, для верующего человека знак приоритета? Конечно, мы Господь и все. И по-еврейски говорить, это то, что каждый день по нескольку раз поется. Шма Израэль Адонай Лохейну Адонай Хад. Это единственный приоритет, который должен быть у верующего человека. Матфея 22, 36 говорит, учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Какая наибольшая заповедь в автошколе? И он говорит, Ишуа сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим. Я есть первая и наибольшая заповедь. И я верю, что это очень важно для верующего человека, потому что если мы берем это как приоритетным знаком для нашей жизни, тогда мы можем основываться на том, что Бог будет благоволить к нам. Он будет открываться для нас, потому что мы поставили приоритетным одну единственную вещь, его. Хотя он не является вещью, он сущность. Он есть альфа и омега, начало и конец, он есть Бог, который создал все. Верующий человек должен осознавать важность этого приоритета и вся его жизнь, послушайте, вся его жизнь, абсолютно вся его жизнь начнет вращаться вокруг этого авторитета знака, знак приоритета в его жизни. Ваша семейная жизнь, ваши финансы, ваше естественное образование, ваша школа, здоровье, дети, все, что в вашей жизни, оно начнет вокруг Бога и вращаться. Этот знак становится приоритетом. И он открывается во время хвалы и поклонения. Когда мы поем, нет, слово хвала и поклонения не то, когда мы просто поем, хвалим песни, танцуем и так далее. Это состояние, когда мы поклоняемся Богу нашей жизни, когда мы приносим на алтарь именно перед Богом всю нашу жизнь. И он, смотря на эту жертву, скажет добрый и верный раб. Евреям 11, глава 6, стих. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его Он воздаёт. Когда мы приходим к Богу, Он становится нашим приоритетом, и когда мы Его ищем, Он что? Воздаёт. Воздаяние Его, оно без ограничений. Нашего понятия. Мы иногда хотим, чтобы Он это сделал, то сделал, третье, четвёртое, устроил, так сделал. Эй, у Него неограниченные возможности своего благословения, и Он воздаёт. И это понятно. Вторая позиция, предписывающие знаки. Знаки, предписывающие что-то для нас. Если приоритетным становится Господь, то следующие знаки, это знаки, предписывающие наше поведение в обществе. Наше, наше, моё, как верующий человек, моё поведение в обществе. И если ты не в общине, не в церкви, ты не прошёл школу возрастания, ты не понимаешь, как себя вести, потому что если ты покаялся, просто принял Бога, и к чём ты находился, то ты остаёшься. Ты не меняешь свой характер, ты не меняешь свой язык, ты не меняешь своё поведение, ты остаёшься тем, кто есть, и говоришь, возьмите меня, вот такой я красивый. Здесь следуют знаки предписанные, то есть предписывающие, что тебе делать. Первая Коринфяна, 8 глава, 9 стих. Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Мы же приняли Бога, мы же кого Мессия освободил, воистину мы свободны, поэтому кому какое дело, какая разница, кому кто, что в мою жизнь лезете. Вот как я понял Христа, как понял Мессию, вот так я живу. Но на самом деле, Рав Шаул говорит, твоя свобода, которую ты имеешь в Боге своем приоритете, да, вот Бог твой приоритет, у тебя есть предписание, ты хорошо его любишь, ты смело это делаешь, ты можешь делать все, но дальше говорится, ибо если кто-нибудь увидит, что ты имеешь знание, сидишь за столом в капище, то совесть всего как немощного не расположится ли есть и доложительная и от знания твоего погибает немощный брат, за кого умер Мессия, а согрешая таким образом против братьев, уязвляя немощную совесть вы согрешаете против Мессии, вау, ай, потому что если пища соблазняется брата моего, не буду есть мясо век, чтобы не соблазнялся брат, чтобы не соблазнился, не соблазнять его, мы иногда чересчуть перегибаем палку в нашей свободе, дав свободу поставил нас Мессия, но это не должно служить претновением для многих, я говорю это прямо и без всякого сомнения, это предписывающие знаки, то есть мое поведение в обществе, в котором я живу, и моя свобода не должна влиять на на их претновение мы должны быть аккуратны в том, что мы делаем, очень аккуратны, следующие запрещенные знаки, но понятно, первая заповедь, она звучит так возле Господа Бога своего, да, а остальные заповеди запрещающие, понимаете, да, даже тоже 4 субботы, не другие дни, и там начинается, здесь я говорю, кроме я хочу говорить о Брихаташа, хочу говорить из Священного Писания, то есть из Нового Завета, Ефесянам 4, 20, но вы не так приняли Мессию, вы не таким образом, как другие приняли его, вы приняли Мессию по-другому, потому что вы слышали о нем и в нем научились, надо учиться, мы сегодня в школе Божьих знаков, Роша Шана, Йом Труа, это предупредительные праздники для нас, так как истина Вешуа, отложить отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины, посему отвергнув ложь, говорите истину каждую ближнюю своему, потому что вы члены друг другу, запретно или нет, не врите друг другу, ой, ой, а чуть-чуть, можно чуть-чуть, я не вру, я лукавлю, какая разница, я не солгал, я пошутил, знаете, такие шутки, и момент такой, ты думаешь, насколько вы серьезны, если мы хотим достичь цели, если мы хотим получить сервис, о котором буду говорить попозже, сервис, который мы хотим, мы должны что-то сделать, мы должны как верующие люди себя правильно вести, гневаясь, не согрешайте солнце, да не возойдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу, кто крал, пред не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезная, чтобы было, из чего уделять нуждающимся, оу, кто крал, пред не кради, запрещающий, есть правило, которое запрещает, никакое гнилое слово, да не исходит из ус ваших, а только доброе, для назидания, катись, брат, иди отсюда, ну, и мы еще в слово любим христианские такие, вместо матов поговорить, да, научились, каким-то образом у нас лексикон обновился, хороший стал, он уже не злой, как в мире, что три слова знаешь, это весь запас слов, который у тебя есть, для работы грузчиком, это все должно быть исчерпано, мы говорим, мы немножко обновились, мы начинаем говорить по-другому, но говорить, никакое гнилое слово, да не исходит из ваших, чтобы мы могли говорить и назидать друг друга, не оскорбляйте святого духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления, всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречивый, со всякой злобою, да будет удалены от вас, ой, это запретные знаки, нет, но у нас бывает, в Вестианам 5 глава 4 стих, так же сквернословие, пустословие, смехотворство неприличного, а напротив благодарение, другими словами, когда что случилось, ты не выражаешь это каким-то таким, знаете, словом, словечком, а наоборот благодарение, слава Богу, что-то произошло, именно сейчас, а не потом, так потом было бы хуже, сейчас это легче, почему, потому что это произошло, потому что самое страшное, когда падает кирпич тебе на ногу, ты, оно сначала больно, потом ты думаешь, и потом начинаешь смеяться, потому что если бы ты думал о том, что кирпич будет падать, ты начинал бы проектировать его проект, проекцию падения на твою ногу, ты подумал бы, это было бы намного больнее, на самом деле, здесь нужно иметь правильный подход, ибо, знаете, что никакой блудник, или нечестивый, или любостяжатель, который есть и дослужитель, не имеет наследия в царстве, Мессии и Бога. Никто не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сыно противление. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были никогда тьма, теперь свет в Господе. Поступай, как чадо света, потому что плод Духа стоит в всякой благости, праведности и истины. Испытывайте что угодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но обличайте, ибо о том, что они делают тайно, стыдно говорить. И дальше на последнее почитаю, посему сказано, встань спящий, воскресни из мертвых и освети тебя, Мессия. Не об этом ли говорит шофар? Когда мы трубим нарушившина в шофар, мы говорим о звуке, который в свое время мертвые восстанут. И мы изменимся. Роша Шана это звук для изменения, перемен о будущих вещах, которые нас ожидают. Я думаю, что излишний комментарий по запретным знакам, да? Следующий это сервисный знак. Вот то, что самое нижнее, вот то, что там. Я специально поставил Ра вместо Гаи, потому что в Гаи ты не отдохнешь. Понятно, да? Там с тебя что-то сюда снимут. А вот в Божьем ответе там всегда есть ответ. Там не будет ни плача, ни скрежет зубов. Например, Откровение 21.4 и отрет Бог всякую слизу сочи их и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле творю все новое. Говорит, напиши, ибо слова сии истины и верны. Другими словами, есть знаки, которые нас ведут к сервисному положению. То есть знаки сервиса. Например, больничная койка. Я был болен, и вы что? Посетили меня. Сервис. Нам приятно, когда нас посещают в больнице? Мне очень было приятно, когда люди ко мне приходили. За вас молятся, за вас молятся. То есть мы понимаем, сервисное обслуживание, пожалуйста. Следующее, нужна починка. 100 метров, буквально немного. 100 метров пойди на консультацию к служителям. Это сервис. Предоставляется сервис для того, чтобы мы могли назидать друг друга, признаваться друг перед другом поступках, чтобы исцелиться. Следующее, можно понять, заправка. Ой, как хорошо. Кто бы хотел подзаправиться Духом Святым? Понятно. Для этого нужно молиться, друзья. Для этого нужно молиться. Нужно ходатайство, нужно искать, потому что кто ищет, тот всегда находит. стутящему отворят. И Бог хочет, чтобы мы это делали. Если только знак стоит, а заправки нету, то ты далеко не поедешь. Нужно приехать туда, где есть заправка, нужно проехать этот участок, чтобы заправиться. А то, что просто знак висит, это недостаточно. Ты должен что-то сделать. Поэтому, когда мы говорим, что у нас проходит молитвенное служение, ночные ретриты, выезды, это не просто огласка или знак, это говорит о том, что мы приглашаем вас к тому, чтобы заправиться, подойти к этому вопросу посерьезнее. И если ты жаждешь, хочешь сервисного обслуживания, пожалуйста, следуй за знаками. Мы видим телефонное, телефонное, это как в анекдоте, приезжает человек в Ватикан, смотрит красоту, великолепное сооружение, телефон, написано 3 евро звонок к Богу. Он посмеялся, подходит к охране, говорит, а что это так? Он говорит, ты попробуй. Кидает 3 евро, говорит, небес на конце. А он раз перепугался, повесил, неужели это правда? Ну, перепуганный был. До смерти. Потом уехал в другие страны, приезжает в Израиль, к стене, плача, и там тоже весь телефон, написано 25 центов звонок к Богу. Он говорит, так не понял. В Ватикане это 3 евро, здесь 25 центов, в чем циме, в чем же это самый вопрос? И старые евреи подходят, ведь у нас местная связь. Слушайте, есть разговор с Богом, личные отношения с Богом, когда ты, это тебе ничего не стоит. Когда ты утром поднимаешься, ищешь Бога, когда ты вечером с Ним общаешься, ничего не стоит. Это то, где ты начинаешь иметь вознаграждение, разговор с Богом, где ты слышишь голос Отца, который увещевает, который тебя ободрит, говорит тебе слова, которые ты бы хотел услышать. Мы видим дальше покушать и отдохнуть. Бог говорит о том, что Шаббас это отдых. Для меня вилка с ложкой это знак для Шаббаса. В пятницу вечером со всей семьей вокруг стола зажгли свечи, разделили халу, прославили Господа, поели и сказали, как хорошо и приятно братьям быть вместе. Пригласить еще людей туда, говорить о Боге, пригласить евреев, изучать это все. Шаббас. И, конечно же, то, что мы сильно хотим. Это попасть на небеса. Об этом говорит Шафар. Он готовит нас к вечности. Иакоб говорит 5.13 Зластражит ли кто из вас? Пусть молится. Весили ли кто из вас? Пусть поет псалмы. Боли кто из вас? Пусть призовет присетеров общины. Пусть помажет, помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего. И восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом, поступок вас. Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Многое может усиленная молитва праведника. мы оправданы кровью и шоу Мессии. Поэтому у нас есть возможность молиться друг за друга. Это сервисные знаки. Последние предупреждающие знаки о том, что мы говорим. Шофар. Звук, который должен определять наше состояние, что мы должны будем делать. один из них. Аккуратно скользкая дорога. Шофар, когда мы говорим в Роша Шана, звучит, он говорит аккуратно. Если ты соделал грехи, если ты не живешь по Писанию, если ты не знаешь Бога, аккуратно. Путь, который ты выбрал, он скользкий. Он говорит аккуратно, потому что в гряду дни мы называем их Йом-Кипуром, судным днем. Когда нужно будет дать отсчет за свой путь, который ты провел в этой жизни. Матфея Якова 5.19 Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит его, кто, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его, спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Мы говорим и знаем людей, которые не идут правильным путем. Например, таким путем, как Библия говорит, сужение дороги. Сужение дороги. Знак предупреждения. Шофар говорит, сужается дорога. Друзья, сужается дорога. Он был пространен с широким путь твой, но путь через врата, чтобы попасть в сервисный отдел рая, будем говорить так, он узок и немногие находят его. Для того, чтобы попасть на этот путь, нужно пройти через Мессию. Нужно узнать его. Попасть на путь можно, знаете, когда? Когда ты пройдешь вот этот знак. Впереди разворот. Шофар звучит, говоря о том, что нас ожидает покаяние. Он призывает нас к раскаянию. Сделать поворот. Чува. Мы называем по-еврейски Чува. Это путь, который ты пришел раньше путем разворачиваешься, идешь обратно к Богу. Потому что грех удаляет человека от Бога. Чува, раскаяние поворачивают его и ведет его обратно. Это путь, это совершение пути. И на самом деле этот праздник он важный в жизни каждого верующего человека. И я знаю, что многие общины или церкви отказались от этого праздника по причине его ненадобности. Но так ли? Но так ли? И я скажу простые вещи. Рожа Шана и Ом Труа необычный праздник Господин. Бог заранее усмотрел тенденцию человека к приспособлению. Приспосабливаться к обстоятельствам, приспосабливаться к обществу или привычкам. В этом он за собой оставляет право напоминания как добрый полицейский. Он отец. Но на самом деле сотрудник ГАИ его задача не наказывать. Вы знаете, понимаете, задача офицера не наказать водителя, а предупредить его. Я понимаю, что это изменилось превратно, но Бог оставил за свое право предупредить человека, помочь ему. Он оставляет нас в этот день задуматься о своей жизни. при помощи шафара, при этом длинном звуке, он говорит, будь внимателен. Сегодня этот праздник, он приготовит нас. Иеремия 5,16 говорит, так говорит Господь, остановитесь на путях ваших, рассмотрите, расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем. Очень часто я смотрю на водителей на детских наших дорогах, когда останавливает его сотрудник ГАИ. Первое, что они делают, начинают возмущаться. Они начинают кому-то звонить, кем-то пугать, как-то так, знаете, ведут себя вызывающие. это момент такой, либо это наша культура такая, знаете, за границей, ты попробуй подними голос, тебя сразу арестуют и посадят. Здесь можно придираться, приковать, кто ты такой, и другие слова, начинать его проверять на его знание всех правил. Знаете, смотришь на это и думаешь, а зачем суть? Если ты не прав, то ты должен извиниться, заплатить за это, за свое нарушение. Штраф есть штраф. Но если ты прав, ты можешь просто выслушать его, за что он тебя остановил, просить доказательств, примеров. Много раз меня остановили на дороге, я, знаете, говорил, что, ой, простите, я не заметил этот знак. И он, знаете, я удивлялся, по моему смирению, человек, обладающий властью, говорил так, я прошу, чтобы вы были в следующий раз аккуратны. Будь аккуратны. в Америке разрешается предупредительная такая остановка. Я помню, мы ехали с семьей на встречу к Татьянову брату, и я, не нарушая правил, но я ехал чересчур близко к другой машине. Меня остановил полицейский, и я возмущенный, не понимал, почему меня остановили. Я говорю, что-то случилось, офицер? Он говорит, я вас остановил, потому что вы были чересчур близки к следующей машине. Поэтому я вас отпускаю, чтобы вы больше не нарушали. Будьте аккуратны на дорогах. Это наша жизнь. Это знаки Господни. И дальше Господь говорит Иеремии, и поставил я сторожей над вами. сказав слушайте звук трубы. У нас есть выбор. У вас и у меня, и те, кто нас смотрит по телевидению, по его эфире, либо в записи, у нас есть выбор. Слушать этот звук трубы, этих знаков, которые Господь нам дал через Писание, через служителей, пасторов, лидеров, домашних групп, служений, или же сказать другое. не будем слушать. Кто вы такие? Кто поставил? А Бог говорит, я поставил сторожей. Скажем, я не сторож брату своему. Плохо. Помните наш ретрит? В этом году он был, и название такое было, я сторож брату своему. Мне не все равно, где ты сегодня находишься. Если тебя нет в общине, мне не все равно, где ты находишься. Если ты в зависимости, мне не все равно, чтобы ты был свободным или нет. Я за то, чтобы ты был свободным. Если у тебя есть проблема, я хочу помочь тебе в молитве хотя бы пройти эту проблему. мы не можем быть равнодушны к ситуации, которая проходит в общине. Сегодня нам нужно быть внимательными. Я призываю нас также присоединиться сегодня вечером либо завтра утром. Еврейская община по всему миру, они вступают в семидневный пост. Зачем? В следующую субботу Йом какой день? Йом Кипур, правильно? Этот день судный. Все подводится к тому, будем ли мы судимы или нет? А Он грядет. Рано или поздно Господь грядет. Готовы ли мы сегодня пройти эту неделю? Пройти неделю в молитве перед Богом, решении своих вопросов, прощении наших долгов и наших личных, а тех, кто нам должны. То ли это уважение, почтение, любви. Если ты принял Ищуа своим личным спасителем, должен знать, что за твои грехи было заплачено. И я рад тому, что у нас наши грехи заплачены. Мы дети его. И я знаю, что наши имена записаны в книге жизни. Но если ты отступился, если попал на дорогу, которая была скользкая, либо вышел на над гостем путь, у тебя сегодня есть возможность повернуться. При звуке шифара посмотреть, что там есть разворот, повернуться. Йом Кипур это то время, когда ты рассматриваешь себя в зеркало. Что с тобой? На каком пути ты? И Риме говорит, посмотрите на этот путь старый, вернитесь, делайте добрые дела. Почему? Потому что этот день, день, когда записано будет твое имя в книге жизни, он грядет. И будут открыты эти книги пред престолом. Я хочу, чтобы мое имя было записано там. Каждый хочет, чтобы это было записано. И я скажу, праздник Йом Труа должен праздноваться всеми людьми. напоминание себе, что в этой жизни нужно быть другими людьми, чем мы есть. Лучше, сильнее, страстнее по Богу. Сколько той жизни у нас осталось, сколько у нас ее есть, мы не знаем, но я знаю точно. Послание к 1 посланию к Арифинам, 15 глава, 52 стих говорит, говорится так. Вдруг в мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо нетленному сему надлежит облечься в нетленное и смертному сему облечься в бессмертии. Иом Труа праздник труб возвещает нам о нашем воскресении из мертвых. И это воскресение начинается сейчас. Каким образом? Очень просто. Если мы готовы, нам не страшно. Наоборот, мы жаждем, чтобы мы изменились, встречались с Богом. Мы хотим этого. Мы радуемся, что проходим этот опыт жизненный. И для нас собрание, служение, евангелизация, работа со стариками, с детьми доставляет огромнейшее удовольствие, потому что это собирание этого прекрасного вознаграждения свыше. И я хочу получить вознаграждение. И Ян Кипур не за горами. Давайте будем приближаться к Нему. Мы сейчас встанем, услышим этот звук шафара. Я хочу поздравить вас с этим победоносным днем, потому что это для нас победа. Мы поворачиваемся от нашей суетной жизни, смотрим на все эти правила, на все эти знаки и говорим Господь, я хочу быть в Твоей автошколе. Я не хочу зайти в Царство Божье автопилотом, потому что такого нету. Автопилотом невозможно зайти в Царство Небесное, разве что ты исповедовал Ищу своим личным спасителем, тебе голову отрезали, ты все, автопилот, пошел. Но жизненный путь он проходит через знаки, которые напоминают нам, кем мы должны стать. Итак, мы готовы слышать? Раз, два, три. Раз, три. Раз, три, 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 Аминь. Шанатова, друзья, пускай Бог благословяет вас и этот год для вас будет сладким днем. Годом перемен, строение общины мы движемся дальше славить Его, хвалить, ибо Он достоин. Давайте мы прославим Господа и будем праздновать этот праздник во имя Его. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова и субтитров А.Егорова и субтитров А.Егорова и субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова и субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова 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 Продолжение следует...